Продолжаем снимать в аптекарском огороде вместе с экзаменю и Марией. Наконец мы добрались до питончика. Благодаря красивой окраске и характеру этот вид змей стал одним из наиболее часто встречающихся в домах и квартирах. Давайте же познакомимся с этой рептилией поближе. Питоны, на самом деле, насколько я знаю, мои знакомые, мои друзья, многие эти змей вообще боятся, не переносят на дух. Как относитесь к ним? На самом деле это очень странно. Конкретно королевские питоны неимоверно милые змеи, я вам серьезно скажу. Я так понимаю, что он скорее всего здесь. Да, какой хороший малыш. Это мой малыш. Очень спокойные чаще всего. Найти агрессивную змею среди питонов надо очень постараться. Именно среди королевских питонов надо очень постараться. Это змеи, выведенные в неволе. Это, конечно же, все животные исключительно человеческого производства, скажем так. Они давно известны в интерьере мистики, давно известны в мире экзотики, как очень легкие в содержании змеи, как очень спокойные змеи и как очень интересные для разведения змеи в том числе. У них огромное количество генетически закрепленных морф. Я со змеями, на самом деле, знаком очень плохо, но, насколько мне известно, есть такие змеи, которых можно брать в руки только тогда, когда они сыты. Я про таких не слышала, скажем так. Есть другое немножечко правило. Не брать змею в руки в течение суток-двое после кормления, потому что это чревато неприятными последствиями в виде срыгов и лишнего стресса для змеи. Потому что кормовой объект еще не прошел своего полного пути по пищеварительному тракту. У этой змейки уже все прошло? Да, конечно. А когда последний раз ее кормили? Около недели назад. То есть сейчас ее можно смело трогать, да? Да, сейчас его можно смело трогать, и скоро у нас следующее кормление. Но не сегодня. Но не сегодня. То есть, получается, мы его кормим раз в неделю? Да, да. А если он уже будет взрослый? Один-два раза в неделю. Взрослые питаются один-два раза в месяц. О чем обычно? Смотрите, если коротко. Конечно же, это кормовые грызуны, это мыши, это крысы подходящего размера, живые либо замороженные. Точно так же, как и с насекомыми. У нас все змеи, которые представлены у нас в магазине, для удобства их же будущих хозяев, приучены к заморозке. К заморозке. Я просто ищу один такой вопрос по поводу кормления. Был такой случай, известный в интернете, по крайней мере, когда всю жизнь питона кормили заморозкой, замороженными мышками. И настал такой момент, когда заморозки не было, ему посадили живого, мышонка или крысенка, честно говоря, не помню же. И он его отказался есть, и очень долгое время жили они потом в этом террариуме вместе. Это скорее не отказ его съесть. Возможно, змея была в тот момент просто сытая. Известный случай, даже немножечко другого толка, но очень подходящий под ваше описание. Когда человек, даже змею, которую он постоянно кормит живым, он сажает к ней живого грызуна, мышку-крыску. И змея ее долго не ест. И эта мышь или крыса саму змею травмирует каким-то образом. Были случаи полного разгрызания змей. И она даже никак не отреагировала. И она никак не отреагировала. Хотя могла себя защитить. Да. Они немножко по-другому воспринимают боль, раздражители и так далее. То есть, если боль не резкая, если раздражитель воздействует какое-то продолжительное время по чуть-чуть, как это может быть, например, крыса или мышь, которая по чуть-чуть ее грызет, 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 грызет. Есть факторы того, что змея может просто испугаться эту самую мышь, занервничать, что тоже для них характерно. Потому что не голодная змея чаще всего абсолютно безобидна. Причем как для самих кормовых объектов, так и для человека. Поэтому были случаи, когда действительно живые кормовые объекты высаживались вместе с змеями разнообразными, не только питонами, не только удавами. И оставлялись хозяевами на долгое время, без надзора, без наблюдения, что травмировало саму, соответственно, змею. Поэтому в терроремистике существует негласное правило. Если кормить живыми грызунами, то обязательно пронаблюдать, чтобы змея этого грызуна при хозяине съела. А в живой природе они так же себя ведут? В живой природе они тоже могут стать легкой добычей? Легкой добычей не грызунов, скажем так, но они также входят в пищевые цепочки и явно не являются их полноправной вершиной. То есть они где-то посередине. Они питаются грызунами, соответственно, кто-то питается ими. Птицы разнообразные, хищники, конечно, они совершенно спокойны. Даже если питон будет достаточно крупный. Да. Королевские питоны не вырастают особо крупными. Это в любом случае будет, знаете, такой достаточно толстенький, но компактный пончик. А насколько я знаю, у питонов еще есть на мордашке отверстия такие? Да, 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 да. Вот их можно хорошо увидеть. Можно только его увидеть. Вот они, маленькие дырочки. Расскажите о них, что это такое? Расскажите, это очень спокойная змея. Они вообще щипаются, кусаются? Для питонов, знаете, найти действительно кусючего, который будет агрессивен к человеку по каким-то причинам или даже без них, это действительно один из сотни среди королевских питонов конкретно. Это, чаще всего, это максимально спокойные контактные змеи. Мы для них теплые, мягкие, приятные, кормящие. И невкусные. Да, и невкусные в том числе, потому что мы слишком большие. Даже взрослая змея не покусится на человека. Именно в плане гастрономическом. Могут защищаться, могут быть перепады настроения у змей, у взрослых, особенно в период размножения. Но змеи не реагируют на людей, как на пищу, именно конкретно королевских. А сколько по возрасту сейчас вот это конкретно змея? Это около трех месяцев, это совсем малыш. Вырастают они где-то до метра 30-ти, метра 50-ти, в зависимости от пола. Самочки обычно крупнее. Это королевский питон, он известен еще как питон в шарик или баллпитон. В момент опасности для него характерна не атака, а сворачивание в шарик, как ежик. То есть он сворачивается в своеобразный такой маленький пончик, аккуратненький. Вот как он сидел сначала у меня на руке, когда я его только-только оттуда взяла, достала из его домика. Да-да-да, это он так себя защищал. А теперь он разактивничался, теперь он изучает все, нюхает, пытается ползать. Как видите, он не пытается куда-то уползти, ему просто любопытно, что происходит вокруг. А у всех питонов есть ложные лапки? Да-да-да, их можно даже здесь увидеть. Маленькие такие. Здесь ему еще три месяца, поэтому их, наверное, практически вообще не видно, да? Нет-нет-нет, их очень хорошо видно. Вот они маляпусенькие. Вот эти вот. Оп, вот такие вот маляпусенькие лапочки. А какого размера они изначально, когда так появляются, вылупляются из яйца? Около сантиметров 15-20 я бы дала. То есть яйца примерно до какого размера? Да, да, примерно так и есть. Плюс-минус. Они там все-таки тоже не полностью вытянуты, а сложные. А сколько в кладке яиц? Честно говоря, это зависит от конкретной самки. Каких-то определенных цифр я вам не скажу. Здесь десяточка, двадцаточка. Вот так вот. А с какого возраста они уже готовы к спариванию, к размножению? Полтора-два года. Полтора-два года и, в принципе, вполне. Змеи саживают вместе только на период размножения, только с этой целью. Их даже разнополых, в отличие от многих гекконов, ящериц, хамелеонов тех же. Их, ну, в принципе, ладно, хамелеонов так себе. Ну, многие ящерицы, гекконы, да, содержатся разнополыми группами. Змеи не содержатся разнополыми парами или разнополыми группами вне периода разведения. Они агрессивны друг другу в любом случае. Ну, вообще, в период, когда они уже готовы к спариванию, они и человеку проявляют агрессию? Это обычно связано с гормональными изменениями, чисто гормональными. Чаще всего агрессия свойственна самочкам в период вынашивания яиц и кладок. То есть это банальная защита себя и защита, ну, скорее защита себя, чем защита кладки, да, больше. Потому что змея в этот момент может быть истощена кладкой в той или иной мере и пытается себя защитить. Но, опять же, повторюсь, что им больше свойственна не атака, а именно, вот их основной защитный механизм, это вот свернуться вот в этот вот маленький клубочек и спрятать себя, спрятать самую нежную часть своего тела, голову. Как вы заметили, они прячут голову в самый центр вот этого маленького клубочка. Да, ничего, значит, мне тоже никто не видит. Да, да, да. Голова это самая... Змея как-то там будет своим потомством? Нет. Вот он прям, вот такой вот маленький шарик получается. Он практически всегда в сложенном состоянии. Какой террариум нужен для такой рептилии? За счет того, что змея не крупная, хоть и относится к крупным змеям, то есть мелочь мы представляем себе как маисового полоза, да, это крупная змея, которая крупной не является по своей сути. Рекомендованные размеры от 60 сантиметров в длину, особенно для самцов, которые будут где-то метр-метр-двадцать, здесь 45. Чуть больше? Да, 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 чуть больше 60 сантиметров. Это где-то, ну да, действительно, вот как вы показали, да, это где-то вот так вот. А высота играет роль? Высота роли не играет. Змеи, этим змеям важна только площадь дна, то есть это 60 и, например, на 40, на 50 в ширину. Что это должно для них быть? Значит, дно либо субстрат, это крупная кокосовая стружка, это буковая щепа, это коврик-травка, тоже вариант возможен, но лучше что-нибудь, чтобы была возможность поддерживать влажность. Коврик с подогревом нужен? Коврик с подогревом. Вот интересный момент, действительно, если хамелеоны-фельдзумы, они греются за счет ламп, то удобство питончиков королевских, в том числе и в том, что для них характерна возможность обогрева как лампами, так и коврами. То есть это как удобно конкретному человеку. Бывают люди, что вот они приходят за террариумом и хотят греть питоны именно лампами. Им удобен этот вариант, потому что благодаря этому террариум будет красиво освещен, его можно будет действительно красиво обставить, это будет еще и приятная часть интерьера. А если, например, оборудовать только термоковрик, то можно обойтись без лампочек, и в террариуме будет исключительно комнатное освещение, что не всегда приятно. Ультрафиолетовая лампочка также будет нужна? Нет, ультрафиолетовая лампочка им не нужна, но, скажем так, полезна. Обычно ставят пятерочку чисто для здоровья, потому что это хорошая гарантия чистых линик абсолютно, хорошего аппетита животного. То есть, понимаете, да, скажем так, рептилия без, вот конкретно змея без уфешечки не умрет, да, будет усваивать все, все будет хорошо, но для здоровья всегда приятно, всегда полезно. Что обычно используют для того, чтобы оформить сам террариум? Сам террариум мы оформляем, смотря, конечно, кто что хочет. Змея очень мобильна в этом плане, она очень такая непривередливая к внутреннему оформлению, существуют определенные нормы того, что должно быть обязательно. Это большая поилка, в которую змея поместится целиком, потому что она не только из нее пьет, но и отмокает в ней, как в ванне. Это укрытие, опять же, большое, в которое змея может поместиться целиком. Вход может быть неважно большой или нет, главное, чтобы пролезла голова. Но именно пространство, которое занимает укрытие, должно быть большим. Это, в принципе, из основного все. Дальше декор уже по желанию самого хозяина. То есть поставить еще одно-два укрытия, повесить какие-то лианы, как мы видели у хамелеона. Поставить еще какой-то декор, черепушечку какую-нибудь. Это уже по соображению самого хозяина этой рептилии, потому что для питона основа, это поилочка, это его укрытие, которое будет ему для него самым любимым. В чем заключается уход? Вот сейчас мы что должны, по идее, сделать? По идее, когда я прихожу к питону, это раз в неделю я его кормлю соответствующего размера грызуном, которого перед этим размораживаю в магазине и приношу сюда, чтобы здесь он, конечно, не размораживался. Влажная среда ему, так сказать, особо не нужна. Влажная среда, да, это влаголюбивый питон, ну, влаголюбивая змея сама по себе. Это влаголюбивая змея, но приятность опять же в том, что он влажность для себя, то есть баланс воды, он может поддерживать и за счет того, что отмокает в поилке. То есть главное, чтобы вода была в поилке, общая влажность террориума за счет большого пространства самой поилки и хорошего из нее испарения тоже создается очень приятное. Ну, можно опрыскивать, в принципе, дальше? Да, да, да. И я его, соответственно, опрыскиваю. Опрыскивание не как у этих животных, прям до залива болота практически. Опрыскивание легкое, опрыскивание приятное для повышения влажности, которой ему хватит на один-два дня. Я смотрю на... Ну, банально, сходил ли он в туалет до уборочка и подмена воды в поилке. И кормление змеи, если я, соответственно, пришла с кормовым объектом. Спасибо, Мария, было очень интересно. Спасибо магазину «Экзаменю». Я надеюсь, что вы нас еще пригласите. Конечно. И пригласите не раз. Конечно. И мы познакомимся с другими гипотелеми. Всегда будем рады видеть вас в нашем магазине, на наших экспозициях, ну и, конечно, на лекциях. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok